Началось. Да, доброго времени суток, любители шахматы. С вами Иван Бабиков и Кирилл Широков. И мы продолжаем снимать наш дружеский манч. И сегодня интереснейшие пары. Петров Никита и Васильев Данил. Можете обратить на разницу в пунктах. Почти 2000 пунктов рейтинга разницы в классе. Значит, нас ожидает интересная борьба. Ты предупрежденная партия до самого конца. Вот D5 это сильно. Получилась атака по-новому. Да, получилось забавное. Кстати, я считаю, что зря так люди не верят в Данила. Знаешь, когда человек заведомо аудит-аутсайдер, от него не ждут ничего. В принципе, согласен-то? Да, ему нечего терять. Он может терять и спокойно играть. Да, ну а представь, какой будет шок, если Данила зацепит очков у Никиты. Но он будет героем тогда просто. Просто, да, герой матча. Тут есть три продолжения у черных. Конь C6, E6 и слон. А, нет, слон же 4 метра. А, E6. E6, да, конь C6 и G6. Вот, можно выбирать. E6, Данил, пошел. E6 такой на защиту вариант. Залимные пешки обычно получается. Знаешь, я бы посмотрел, как бы ты играл радостно против. Ну, нет, ну, я думаю, да, лучше упрощать. Конечно. Правильно все делали. Не так упрощать. С другой стороны, знаешь, по-моему, шахматы это единственная, так скажем, игра, в которой, в общем-то, если ты сводишь все к концу игры, у тебя шансы уменьшаются. То есть, например, в футболе, если ты играешь, да, с кем-нибудь, там, с кем-нибудь сильной командой, и плавно время заканчивается. Шансы появляются, да. Шансы появляются. А здесь, наоборот, мне кажется, они уменьшаются, потому что в, ну, мастеровитые игроки, они в Эншпиле играют гораздо сильнее. Так, а что задумано на Ферзь А5? С молодежью в Эншпиле есть такая пословица. Ферзь А5 слон Б4? Да. Регировки лишили. Даниила. Все, уже проблемы серьезные у него. Ну, еще не совсем, наверное, лишили каких-то моментов. А как? Конь С6? Конь С6, Конь Е7, да. Конь С6. Ну, это, конечно, долго. Слом Б5, там, Конь Е5, рекировка и по линии Е уже будет. Я даже не знаю, что ему посоветовать. Может быть, как-то Конь Е4 эти атлеты. Не, ну, Конь С6 разумный ход, конечно, развивающий. Ну, да, почему не развить фигурки свои? Ну, молодец, Данил, пока. Да. Пока не совсем безнадежный. Обычно я к этому моменту стою без пары фигур с Никитой. Так что борются, борются. Ну, он выбрал правильную тактику. Сразу же не отдается. Спокойненько развивает фигурки. Слоном на Е6 встать, и мат по линии Е сразу же не поставит. Слоном на Е6. Только Конь Е5 грозит. О, поэтому сначала он хочет менять всю фигуру. Он хочет оправдировать эту пословицу. Да, с молодежью Веншпиль. Да Никита сам просто молодой. Ну, вот теперь Слоном на Е6 смотрится очень интересно. Слоном на Е6. С другого разумного хода я просто не вижу. Согласен. Вот, ну, все-таки у человека... Давай пока покажем информацию о черных, о белых. Все и так ее знают. Молодой человек из Тольятти. Ну, сыгран не так много партий. Девятый с шестого года рождения. Они одного года, то есть ровесники. По-разному в шахматный путь приходил, конечно. Ну, конечно, да. Никита профессионал, а Даниил больше любитель. С удовольствием играет сейчас с таким мастером. Ну, так согласись, это же хорошо. То, что вот наша группа предоставляет такую возможность сыграть в таком матче, поучаствовать, проникнуть с атмосферой. А вдруг землянство, да. Ну, вот, да, видимо, ну, задуман Слоне Е6. Ну, Слоне Е6 теперь-то надо пойти. Ну, приходится. Хотя Слоне Е6 какой-то конь, да, конь-конь же 5. Ну, может, пока Слон на 3 висит, надо его Слон-Б-4 пойти. Слон-Б-4, да, и после отхода Ферзя нужно как-то, наверное, не знаю даже куда. Слоне Е7 на конь же 5. Ну, нужно как-то, да, держать пункт Е6. Да. Все. Был бы у черных легче темп, они, конечно, А6 бы задвинули, и, мне кажется, не такая уж и печальная позиция. Ну, сейчас, наверное, будет вариант Ферзи-7, Кожи-5, Ферзи-7 и Ферзи-2. И не видно, как защищать пешку. И карактироваться еще нельзя, ко всему прочему. Может быть, какой-то уже, может быть, сдать эту пешку и какой-то находить свой план. Нужно-ка, нужна какая-то контр-игрушка. Вот, кстати, почему не может быть конь-конь же 4 пойти? Конь-конь же 4. Можно было как разосвернуть Слонов. Или Наш-2, нет, Наш-2 не получается. Наш-2 не получается, там конь на Ф3. Конь, кстати, это такая, одна из самых защищающих фигур, на самом деле. Очень много резницы выполняют. Почему Никита задумался, Кожи-5, почему не хочет ходить сразу? Ну, видимо, ну да, в принципе, это выигрыш пешки, да, но вот нужно, я считаю, что Данилу нужно не побояться, не цепляться за эту пешку, а где-то навязать свою борьбу. А, там есть ход король Д7, может поэтому Никита задумался? Там есть ход король Д7 и ладья Е8 пешку защищать. И Никита поэтому на Ц6 нападает, и конь Е5 хочет пойти. Конь Е5 это очень серьезная угроза. Может быть, и как теперь защищаться от этого? Может быть, 3 вообще? Может, конь Д7 как-то стоять? Конь Д7 это, ну, это же слишком пассиво. Тупо так встать, но конь Б6 там какая-то своя угроза перевода. Надо как-то короля совпадить. Может, король Д7 взять? Король Д7 нельзя, король Д8, но он тоже не хочется. Я боюсь, что она опять, сейчас Никита не будет обращать внимание, поэтому он не 5, потому что связка, но владеет. Петя Андреев тем временем. Опять скучный перекат. Ага, это Петя. Да, Петя просто тоже не верит в чудеса, а зря. Очень зря. Ну, проще, чем уже 15 ходов, и борьба... Да, борьба, она есть. То есть, ну, да. Вот, грубо говоря, как ты считаешь? Давай просто включим движок. Ну, тут плюс полтора, ну и что? Ну, да. Притом, конь G5 надо ходить, а не конь Д7. Да, ну, это мы чисто убедились, как движок оценивает позицию. Ну, вот, задумался. Ну, кстати, у Никите свойственно подумать, он очень любит пооценивать позицию, посчитать варианты. Ну, это характерно для шахматиста уровня Никиты Петрова. Сейчас будет план какой-то придумать. Конечно, сейчас будет. Ну, вот конь Е5, да. Конь Е5, и вот уже возникают небольшие проблемы. Как играть-то? Владя Ц8. Владю увозить нельзя, там на 5 висит пешка. Король Д7 тоже. Может, Владя А6 может? Владя А6, да. Ну, кажется, держится, нет? Ну, так, трудно держится пока. Владя А6. Ну, нет, ну, понятно, что у белых инициативы, перевезу огромные. Владя А6, сидей, конь Д7. И коня этого сбить срочно, пока он там не наделает его. А вот, может быть, как-то терпеть его и своего на Е4? Так он стис на С6. Если бы рокировка была бы в короткую, то я бы согласился бы. А так у нас король не может уйти никак. Или слон Д7 идей на конь С6. Слон Д7, да. Кстати, может быть. Такая... Не боимся этого рентгена, да? Да, да, да. Обострение небольшое. Ну, в любом случае, Данилу нужно. Вот я посоветовал бы сейчас Никите добавить время. Я вот, ну, очень хочу, чтобы Данил подумал получше, обмозговал позицию. Нужно же, чтобы люди развивались. То есть, а вот я просто сам лично поддерживаюсь такой позиции, что чтобы прогрессировать в чем-то, нужно играть с более сильными. То есть, и вот у Данилы сейчас есть такой шанс. И я думаю, если Никита давай этому минуту, это пойдет на пользу в первую очередь Данилу. И, ну, на результат это никак не отразится. Никита тебя не слышит, да? К сожалению. Ну, сейчас я напишу. Может быть, он... Пойдет. Да, может, пойдет он на встречу. Кстати, очень много наблюдателей. Цел 6 человек. Ну, это помимо тех, которые... А, ну, наши люди потом записи будут. Да, но много наблюдателей. Я, правда, не могу посмотреть их почему-то. А, вот, могу, наверное. А, ну, тут же еще Никита просто топ-1. Все наши. Топ-1 был в списке. О, все, сделал ход, Данил. Конь Д7 пошел. Конь Д7, да. Ну, спорное решение, конечно. На Ц6-то зависло. На Ц6 можно бить, да. И потом еще висит на А5. Все-таки Конь Е4, Ладья А6 были более интересные ходы. Пытается упростить как-то позицию. Ну, все разменять. Да, хочет все разменять. Перейти без пешки в Эншпин. В разноцветные слоны, да, там шансы, в принципе, есть. Если на Ц6 сидят, слон на Е6. Конечно, не против Международного Мастера. Но если Ладьи разменять, то и против Международного Мастера будет там... Ну, я думаю, Никита этого не допустит. Но в любом случае, по-моему... Сейчас очень интересно, добавляет ли он минуту. Он, мне кажется, над этим сейчас думает. Добавляет или нет. Нет, он просто свою минуту уберет, чтобы не затягивать видео. Кстати, 9 минут он уже идет. Как-то быстро проходит время. И всего, повторяю, 16 ходов было сыграно. Я бы, наверное, уже 46 успел накатать. Так, ну... Что? Ферзь С6? Никита же любит менять ферзей. Ферзь С6 там без слона останется, Никита. Это было бы на пользу, конечно, участник. Да, да, да. Ну а что, интрига? Где интрига? Где шахматный камбэк? Боюсь, что пойдет конь С6 и камбэк мы не увидим. Конь С6, да. Это сильно. Конь С6, а потом еще на А5 съест. Похоже, он хочет оставить себе 30 секунд. Похоже. Нет, слона 3. Что это за странный ход? Анализ. Анализ человека. Что произошло? Конь Б6 грозило, что ли? Ой, 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 ой. Вон в чем идея. Слушай, нет, там на конь Д7, видимо, была идея. На конь С6, конь Б6. И потом слон на Б4. Давай еще раз покажем. Да. То есть это очень здорово. На взятие конь Б6. Да, да. И вот слон на Б4 неожиданно записает. Если ферзь Б5, то после заседания слона, а коню отступать вроде как некуда. Давай вернемся к партии. Да, к партии. Там интересно, да. Разменяли коней и пешку не выиграли белые. Какой молодец. Король Д8. Слушай, как мы с тобой не заметили эту идею? Ну, конечно, да. Комментаторы ваши сегодня не могут уследить за потрясающим шахматистом из Тольятти. И не менее потрясающим из Швейцарии. Кстати, вот ладья не очень хорошо себя чувствует. Можно же как-то попробовать ее поймать. Может быть, какой-то Швейцарий хочет разменять ладьи сейчас на Э5 слон Д7. То есть все меняет. Очень неплохая тактика оказалась против Никиты неожиданно. Слон Д7 бьет. Слон Д7 ходить надо? Надо слон Д7. Добавь минуту. А, там слон Е7 с шахтом. Что-то там. Да, черт. Ну что такое? Ну, я считаю, что Даниил молодец. То есть очень здорово провел партию. Ну, достойно выглядел. И конь Д7 ход мы с тобой не увидели. Идея конь Б6 сразу же. То есть такая... И тут, ну, у белых, конечно, преимущество. Все-таки они атакуют. И разноцветные слоны сильны, когда они атакуют. Скорее всего, Никита давил бы эту партию до победы. Но нету... Нельзя сказать, что она выигранная позиция. То есть у белых лучше. Но еще доведи эту партию до победы. Да, ну на этом всем спасибо за внимание. В любом случае, Данил молодец. Сопротивлялся. Не обращал внимания на просто колоссальную... Колоссальную... Да, да, да. Колоссальную разницу в пунктах. Ну и я считаю, выступил он очень достойно. И, в общем-то, никак он... Можно сказать, ну... Наверное... Ну, не ожидали от него, что вот... Вот то, что упадет флажочек в конце. Конечно, добавление есть. Добавление. Да, ну на этом всем спасибо за внимание. До новых встреч.